От пациента, после удара в лицо Валентин упал и ударился затылком о пол, на данный момент находится в искусственной коме седьмой день. Врачи прокомментировали так, субдуральное кровоизлияние в мозг, перелом у основания черепа в трех местах, необширная гематома. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 30 лет. Дата исследования 8 января 2021 года. Область исследования – головной мозг. Проведено МСКОДА исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получены изображения суп- и супротентериальных структур головного мозга. Справа, в передних отделах лобной доли, выявлена внутримозговая гематома размером 15 на 8 на 7 мм, плотностью плюс 62 плюс 74 хаунсфилда. Также мелкие диапидезные кровоизлияния, минимальные признаки субарахноидального кровоизлияния. Слева визуализируется аналогичное включение размером 14 на 9 на 8 мм. На фоне зоны отека паренхимы головного мозга размером 25 на 20 мм. Также визуализируется субдуральная гематома размером 35 на 35 на 8 мм. Также визуализируется минимальное количество свежей крови в субарахноидальном пространстве. В области воролиевого моста свежая внутримозговая гематома размером 19 на 17 на 14 мм. Вокруг мелкие диапидезные кровоизлияния. В затылочной области скопление крови в субарахноидальном пространстве. Воздухоносные клетки решетчатого лабиринта и основная пазуха заполнены кровью. В левом слуховом проходе также скопление крови. Определяется многооскольчатый перелом чешуи затылочной кости с вовлечением в процесс затылочного отверстия. Также определяется перелом тела и больших крыльев кленовидной кости, стенок основной пазухи, правой скуловой кости. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга не расширена. Боковые желудочки симметричны. Область турецкого седла не изменена. Цистерны основания мозга не расширены. Субарахноидальные пространства и борозды мозга несколько расширены. Установлен желудочный зонд. Заключение. КТ-картина свежих посттравматических изменений с формированием внутримозговых гематом, ушиба головного мозга, множественных переломов костей черепа, гемосинусита. Ассистент кафедры КМН. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Ситуация, конечно же, тяжелая и определяют ее тяжесть не переломы костей, по большому счету они значения не имеют, особого смещения нет, а внутри мозговые гематомы. Часть из них в передних отделах лобных долей, они небольшие угрозы для жизни не представляют. В области воролиевого моста, в глубоких отделах мозга, находятся более крупные гематомы и она может непосредственно угрожать жизни. Также можно сказать, что скота от 7 января 2021 года, она несколько выросла, но такое часто бывает в первые сутки после травмы. В целом, все будет зависеть от динамики внутримозговых гематом и явлений отека головного мозга. Вопрос пациента. Спасибо за оперативный ответ. Подскажите, пожалуйста, на данный момент врачи собираются держать его в коме до 21 дня и постепенно выводить из нее? Операцию делать не собираются. Насколько такая мера оправданна и не упускаем ли мы драгоценного времени, требуется ли в данной ситуации срочная операция? Ответ к МН, Котова ММА. Основная гематома очень глубоко, ее не достать, тут только ждать, пока отек ткани мозга спадет, и кома это лучший вариант. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok